Михаил Самусь, заместитель директора Центра исследования армии конверсии и разоружения по международным вопросам. Здравствуйте. 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 Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов считает, что у РФ нет ресурсов, кроме человеческого материала, для ведения долгой войны. Ни экономического, ни ресурсов ВПК, ни запасов, которые уже исчерпываются. Вы согласны с таким мнением? Ну, то, что мы можем видеть на фронте уже сейчас, даже вот когда Россия пыталась организовать так называемое крупное масштабное наступление на купянском направлении, которое мы наблюдали последний месяц, даже в этих группировках, которые как бы должны были бы укомплектованы максимально, потому что это должны быть подразделения наступательного характера, можно было наблюдать, что они в основном имеют очень низкая укомплектованность с точки зрения вооружений и военной техники, особенно бронетехники, на уровне 50% не выше. То есть это больше было уже похоже на какие-то пехотные подразделения, а не мотосилковые. Поэтому, действительно, даже на самых важных направлениях Россия не способна обеспечить штатное количество бронетехники, штатное количество вооружений, военной техники. Ну и кроме того, украинская армия использует высокоточные средства для того, чтобы уничтожать, например, в конбатарейной борьбе очень эффективно артиллерийские системы. И по как раз бронетехнике и артиллерийским системам сейчас у России большие проблемы. ВПК России не способен не то что восстанавливать, но самое главное производить в таком количестве артиллерию, стволы или ту же самую бронетехнику, танки и так далее. Поэтому, действительно, с ресурсами у России сейчас большая проблема. Что касается людей, действительно, российское общество фактически отсутствует. Существует население, которое не способно сформировать свою точку зрения на то, что происходит сейчас и в России, и то, что Россия осуществляет против Украины, против всего мира. К сожалению, поэтому они больше похожи на холопов, которых гонят на убой. И какие бы ни были потери, вот даже вот сейчас разгром внутри России, разгром сначала под Бахмутом украинской армии, потом разгром вагнеровца внутри России, никаким образом не повлияло на настроение, собственно, в российском населении. Хотя, буквально неделю назад, когда убили Пригожина, его команду, то многие аналитики говорили, что, возможно, это как-то повлияет на протестное настроение, хотя бы в турбопатриотическом, так называемом, турбопатриотическом компоненте российского населения. После ареста Гиркина, наверное, все и молчат. Да, то есть, в принципе, я, например, говорил, что это никак не повлияет, потому что нет общества, нет гражданского общества в России, к сожалению. Оно просто разрушено, уничтожено путинским режимом. И то, что мы видим, никакой реакции на это событие, на уничтожение командования Вагнера не произошло. Но россияне точно так же пассивно наблюдают, что происходит, а кого выдергивают, отправляют на убой, те покорно идут и принимают участие в военных преступлениях на территории Украины. Такая судьба у этого народа. И вот в продолжение темы, Россия могла бы отказаться от очередных учений Запад в сентябре из-за недостатка личного состава и техники, а также из-за опасений критики. Вот так считает разведка Великобритании. А вот в чем здесь причина? Да, действительно не хватает техники и личного состава для таких учений? Или вот на фоне войны вот эти учения будут выглядеть не к месту? Ну, Россия проводит такие учения, она проводила их в 2022 году. То есть здесь, я думаю, что все-таки действительно провал с планированием мобилизационных мероприятий. То есть, в принципе, им нужно было проводить мобилизацию или зимой этого 2023 года, или весной, в крайнем случае, чтобы иметь результаты сейчас осенью. Они же эту кампанию не проводили. Они пытались, опять же, использовать свой, к сожалению, еще достаточный финансовый ресурс. С тем, что они продолжают торговать фактически со всем миром, а западные санкции не достигают своей цели. То есть, используя этот свой финансовый ресурс для того, чтобы рекрутовать именно на контрактную службу не мобиков, а все-таки тех граждан России, которые согласятся служить. Им это удается или удавалось. По 20 тысяч примерно человек, им они втаскивают вооруженные силы России. Но то, что мы видим на фронтах, на самом деле, им сейчас резко не хватает резервов. На Южном фронте они пытаются закрывать вот те места прорывов сейчас и на Токмакском направлении, например, это очень заметно, как они собирают буквально все резервы, которые существуют в Запорожской области, и уже стянули значительные силы, которые находились в Херсонской области. Все это пытаются направить на места прорыва украинской армии. То же самое происходило на Купянском направлении, где они пытались, создав группировку до 100 тысяч человек, прорвать оборону украинской армии, но им это не удалось. И сейчас уже некоторые подразделения с Купянского направления отправляются, опять же, на юг. То же самое под Бахмутом. Им не удается создать там какие-то условия для того, чтобы украинская армия остановила свое наступление. Да, они бросают все резервы в топку именно вот под Бахмутом, но им не удается остановить украинскую армию, тем более перейти к наступательным операциям. И в этот момент собрать, например, группировку еще 20 тысяч человек, чтобы отправить на учения в Беларусь. Запад вообще традиционное на учения, которое проводится с Беларусью в рамках так называемого союзного государства России и Беларусь. То есть России как минимум нужно около 20 тысяч военнослужащих, естественно, укомплектованных техникой и вооружением, о чем мы только что говорили, что у них не хватает этой техники вооружения, отправить в Беларусь для того, чтобы месяц примерно проводить учения. Были предположения, что если бы они провели успешные мобилизационные мероприятия, например, зимой или весной, они могли бы собрать группировку, 20, 30, 50 тысяч человек и отправить их в Беларусь, подготовить их в течение месяца. И дальше уже вместе с вагнеровцами, это было до момента разгрома верхушки вагнеровцев, создать группировку, наступательную группировку, и затем попробовать наступать осенью уже с территории Беларуси на Украину. Но, как видим, этот план не удался. Но именно из-за того, что не было правильно спланировано мобилизационное действие, и в результате они оказываются на пороге осени с дефицитом моб-ресурса, им нужно сейчас срочно проводить мобилизационные мероприятия, но они дадут результат примерно где-то только к зиме. Это минимальный срок, то есть месяц, два, три, они будут как-то минимально готовить тех людей, которых они будут мобилизировать. Собственно, поэтому сами учения могут или пройти в формате командно-обштабных, на картах, например, это можно организовать, они не требуют больших ресурсов, не нужно перемещать технику, или они вообще могут отказаться от этого. Действительно, тогда у них проблемы огромные и с ресурсом, и не только с личным составом, но и в принципе они не могут себе позволить даже на уровне штабов отвлекаться на учения, когда у них горит ситуация на юге. Мы уже говорили о том, что сможет ли Россия вести долговременную войну, а президент Владимир Зеленский заявил, что Украина, по примеру, Израиля может сосредоточиться на долговременной войне с Россией, но не теряя жизни украинцев. Об этом президент сказал в интервью в едином телемарафоне новостей. А как это осуществить на практике? Как вы думаете, основное, судя по всему, это много современной техники оружия от союзников, побеждать не числом, а умением, правильно? Я думаю, не только от западных союзников. Все-таки мы должны думать о развитии нашего оборонно-промышленного комплекса. Это однозначно. Тем более, что украинские оборонщики, производители вместе с армией, силами обороны показывают хорошие результаты, асимметричные. То есть в некоторых секторах украинская промышленность сейчас на первых местах, я, например, имею в виду морские дроны, таких дронов, таких промышленных технологий, в принципе, которые стоят уже на вооружении и практически применяются, нет ни у одной армии мира. То есть у американцев, например, итальянцев, французов, немцев, британцев есть такие разработки, они уже есть несколько десятков лет. Но вот поставить их на вооружение, практически применять и достигать успеха удалось только украинской армии, украинским силовим ведомствам, спецслужбам. И я думаю, что вот такой асимметричный подход именно использования технологий, нетрадиционном, в таком понимании, что нужно, например, вот именно, например, флотское направление, вместо того, чтобы сейчас пытаться каким-то образом воссоздавать традиционный флот с корветами, с большими кораблями и так далее, украинская армия пошла по другому пути, создаются морские дроны, одновременно усиливается ракетный потенциал флота, военно-морских сил, то есть те же самые «Нептуны», а вот удар был нанесен недавно по ракетной системе, по зенитно-ракетной системе. По С-400. С-400, да. А секретарь РНБО Данилов говорит, это какая-то новая ракета. Новая ракета непонятно до конца, или это «Нептун» усовершенствованный, или это совершенно новая разработка, но другими словами идет развитие как раз украинских. Главное, что она летает и выполняет все поставленные задачи. Да, главное, что она работает. И в этом плане, если мы говорим о израильском опыте или неизраильском опыте, однозначно, конечно, нужно наводить порядок с мобилизационной подготовкой в Украине. Она должна быть прозрачная, естественно, с учетом секретности, но в прозрачности я имею в виду справедливость, то есть все должны понимать свой статус и отношения с силами обороны. У каждого в личном кабинете в ДИИ, грубо говоря, должен быть его статус в отношении с армией, и все должно быть честно и понятно. Ну и кроме того, мы долго говорили, это с 2014 года, что каждый украинец должен пройти базовую военную подготовку. Это нужно просто для того, чтобы обеспечить и общее понимание, что происходит, и мобилизационный ресурс Украины резко возрастет. То есть два компонента. Высокие технологии, которые на самом деле минимизируют участие личного состава на переднем крае, и таким образом можно асимметрично бороться с Россией, у которой огромное количество людей, а мы будем бороться высокими технологиями. И хорошая подготовка, как вы сказали. Да, и при этом хорошая подготовка всего населения, которое должно быть готово к длительной войне и понимать, что такое война. А вот Наталья Гуменюк, руководитель объединенного пресс-центра сил обороны Юга Украины, сообщила очень интересную такую информацию по поводу снарядного голода у российских оккупантов как раз вот в южной операционной зоне. И вот по ее словам, враг не успевает подвозить снаряды, и это очень осложняет им жизнь. И вот в итоге, в паузах, они просто бегут с позицией. Да, вот с чем это связано, как вы полагаете? В ИСУ крайне эффективно проходится по их мостам, складам, логистическим цепочкам? Да, именно когда мы говорим о так называемой shaping operations, то есть формирующей операции, которая готовит, собственно, решительные операции. Когда мы фиксируем на земле уже свои достижения, когда мы идем вперед. Часто говорят, почему такой темп операции? Ну, потому что Россия подготовила очень мощное оборонительное сооружение, и вот перед тем, как идти вперед, нужно, кроме того, что рассчитывать минное заграждение, подготовить и спланировать всю операцию, вот эту решительную, именно продвижение войск вперед, нужно перед этим еще уничтожить, абсолютно верно, склады с боеприпасами, все логистические цепочки, уничтожить командные пункты, зенитно-ракетные комплексы, желательную артиллерию. Чем, в принципе, и занимается украинская артиллерия, украинские системы высокоточные. Сейчас у нас их, слава богу, достаточное количество. Еще нам, наконец-то, предоставили кассетные боеприпасы, которые позволяют более эффективно уничтожать личностную бронетехнику. То есть вся эта подготовка к решительной операции, она сейчас ложится на плечи как раз ракетных войск и артиллерии, и это правильно. Потому что было бы еще неплохо, конечно, авиацию туда подключить, но ждем в современную авиацию, тогда еще у нас будет более эффективное продвижение вперед. Тем временем силы обороны полностью освободили силу Работина в Запорожской области. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Малер. В то же время россияне в своих пабликах пишут, что ВСУ бодро вышли на первую линию обороны, путь на так маг открытый, до него рукой подать. Это была цитата одного из так называемых военных блогеров российских. То есть можно констатировать, что по крайней мере на этом участке уже пройдена полоса обеспечения, теперь можно наступать буквально на плечах у агрессора? В принципе, да, полоса обеспечения пройдена и фактически занимаются первые уже позиции главной линии обороны. И там просто некоторые говорят, там первая, вторая, третья. Там действительно несколько линий траншей, несколько линий минных полей и так далее. Но в принципе можно говорить о том, что действительно украинские усилия на Катакамарском направлении, они дают свои плоды. И когда вот была критика несколько недель, что у нас низкие темпы, как раз они были связаны с тем, что очень продуманно, очень толково все планировалось, уничтожались именно те оборонительные сооружения, которые мешали идти вперед. Сейчас, когда вся эта работа была проведена, есть возможность продвигаться вперед. Но с другой стороны, естественно, российские командиры, они это понимают и концентрируют именно на Татакамарском направлении все, что у них есть. Мы говорили о их резервах. Они действительно концентрируют там все, что они могут себе позволить. И здесь, опять же, можно предположить, что украинская команда, в свою очередь, может сработать на других направлениях, с которых Россия снимает свои резервы. Здесь, я думаю, что продолжается шахматная партия, кто правильно распорядится своими резервами. И здесь пока Украине, украинским вооруженным силам удается играть намного эффективнее. Поэтому ждем следующего хода со стороны украинского командования. Не исключено, что этот ход будет не в районе Татакмака, то есть не на Татакмакском направлении, а может быть на другом. То есть акцент будет перенесен совершенно в другом месте. Ну, судя по всему, много российских военных не хотят участвовать в этой мясорубке, хотят остаться в живых. По словам Кирилла Буданова, каждый пятый российский военный сдался добровольно. Причем, по его словам, так называемого обменного фонда у российских оккупантов значительно больше. Он объяснил причину. В первые дни вторжения Российская Федерация нахватала, как он сказал, в Украине страшное количество заложников, в том числе и гражданских, и пенсионеров, и работников силовых структур, и просто людей, которых они считали, ну, кто-то там опасен для них. Да, поэтому наши цифры, как он сказал, к сожалению, ниже, и нужно это понимать. Да, абсолютно верно. Единственное, что я могу сказать, что вот при проведении этой операции на юге, и если мы посмотрим, куда движется украинская армия, с какой целью, одна из этих целей, ну, если можно так выразиться, перерезание этого наземного коридора, но здесь произошло бы еще одно перерезание. То есть вот этот сплошной театр военных действий, который длится, фактически, от Харьковской области аж до Крыма, он был бы разрезан на два разных театра военных действий, которые условно можно было бы назвать крымский и донбасский. Так вот, при решении вопроса раздела этих двух театров военных действий, украинская армия получила бы возможность взять в плен очень много российских военнослужащих, потому что, например, в Херсонской области, те войска, которые находятся в Херсонской области, российские, они очень сильно рискуют оказаться в окружении, поскольку, если мы посмотрим на карту, и будет разрезан, например, театр военных действий, даже при выходе к Мелитополю логистические цепочки очень сильно будут страдать российские, а при уничтожении Чингарского, Генического мостов останется только одно направление через Армянск. Фактически, украинская армия при проведении операции еще в правобережье Херсонской области, там может создаться очень сложная ситуация с точки зрения военнопленных для России. Я думаю, что количество добровольно сдавшихся будет даже больше. По словам одного из пленных российских солдат, некоторые российские военные просто отрубали себе пальцы, вернувшись домой в фронт, а поскольку не хотели больше воевать. Я хочу процитировать, некоторые ребята, которые были мобилизованы, возвращаясь домой, отрубали себе пальцы на правой руке, чтобы их больше никуда не взяли. Потому вот или же так делать, или идти умирать и все, потому что просто так от тебя никто не отстанет. Но ведь действительно можно сдаться в плен и с пальцами остаться, и жизнь сохранить. Почему только 20% сдается добровольно? Они не верят, что с ними будут поступать как с пленными, согласно всех конвенций, как вы считаете? Я думаю, да. Я, например, видел кадры, даже те военнопленные, которые уже находятся в Украине, в прекрасных условиях. То есть видно, что им намного лучше живется, чем в российской армии, возможно, чем в России. Упитанные занимаются не очень тяжелым трудом, честно говоря. И на вопрос, считает ли он украинцев нацистами, этот военнопленный говорит, да, вы нацисты. То есть он даже пребывая в плену, видя реальность, видя, что на самом деле никаких нацистов вокруг нет, он все равно пребывает вот именно в той парадигме, которая сформировала ему пропаганда, и что ему, возможно, что-то не позволяет все-таки решиться и осознать, что на самом деле вокруг не нацистов, а враги находятся в Кремле. Вот эта проблема российского народа, населения, она остается, мне кажется, ключевой. Они не понимают, где враг, а враг-то находится на самом деле в Кремле, а не в Украине. И хотели с вами обсудить очередной перехват главного управления разведки. Это разговор россиянина, который воюет под Бахмутом. Давайте послушаем, о чем они там между собой говорят и обсудим. Откинули, да. Так что, давай. Ну вот он, да, говорит, потери огромные, вот одного из командиров хотят судить даже за это. Еще говорит, что воюют рабочие с предприятий, да? А вот, а как же их десантники? Они закончились или их берегут на какой-то особый случай? Ну, десантники есть, но их мало. Ну, естественно, что тот состав, который начинал войну, или тот, который был до 24 февраля 1922 года, он в основном уже израсходован. Но в любом случае есть у них еще десантники, есть подготовленные, но их всегда было мало. То есть, на самом деле, ведь ВДВ России насчитывало около 50 тысяч человек в лучшие времена. Это их численность. Что такое 50 тысяч для этой войны, где Россия бросает в топку, ну, просто тысячи людей в месяц? Ну, ничего. То есть, сейчас, например, на такмакском направлении как раз десантники и воюют. То есть, их пытаются использовать как такую быструю, легкую штурмовую пехоту, потому что вагнеровцев уже нет. Вот десантники сейчас выполняют вот эту роль. Но, с другой стороны, их не может хватать для того, чтобы занимать, например, оборонительные сооружения, которых настроили там на сотни километров. То есть, в принципе, десантники выполняют какие-то все же более такие задачи конкретные на более опасных рубежах. А вот остальных рабочих бросают просто на все участки, которые остаются. А это сотни и сотни километров. Но они сами пытаются удержать огромные территории. Они сами пытаются удержать те территории, которые Путин решил аннексировать. И теперь вот эта идея аннексии, она и несет в себе вот эту опасность уничтожения огромного количества личного состава российских войск. Поскольку удержать сотни и сотни оборонительных сооружений возможно только путем огромных жертв. Других способов у России сейчас вообще просто нет. Еще хотел один вопрос с вами обсудить, который я считаю важным. В середине этого месяца главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный встретился на польско-украинской границе с высокопоставленными чиновниками НАТО, чтобы обсудить стратегию украинского контрнаступления. Вот по данным издания The Guardian, встреча состоялась в секретном месте на польско-украинской границе. Продолжалась около пяти часов. Со стороны Украины была, как пишут вся команда нашего командующего, со стороны союзников, командующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, американский генерал Кристофер Каволи и представитель комитета начальников штаба Великобритании адмирал Тони Радкин. Вероятно, тоже со своими советниками. Как вы считаете, о чем там могла идти речь? Вот эта война ведь, она нетипична для стран НАТО, где не понимают, что такое российские местные штурмы, ну или до последнего времени не понимали, да, что такое десятки километров минных полей с частотой 4-5 мин на квадратный метр. И, кстати, как воевать без поддержки из воздуха по стандартам НАТО? Да, абсолютно верно. Наши западные союзники, если бы они проводили такую операцию, они бы ее так не проводили. Они бы, конечно же, использовали интенсивную, мощную воздушную кампанию. То есть это первый этап был бы операции, использование высокоточных средств поражения, ракетных ударов и так далее. И только после этого уже наступает наземная фаза, когда фиксируется достижение. То есть Shaping Operations проводился бы в основном во время воздушной фазы. У нас, к сожалению, просто нет возможности ждать. Мы можем теоретически, мы могли бы подождать до следующего года, получить несколько эскадрильев-16 и попробовать провести эту операцию. Но ведь логично предположить, что Россия тоже бы не сидела сложа руки. И за это время пассивного ожидания со стороны вооруженных сил Украины они бы настроили еще больше оборонительных сооружений, мин было бы еще больше. То есть украинские армии вынуждены воевать именно так. Что происходило на этой встрече, слава богу, мы не знаем. Я могу предположить, что, во-первых, это был обмен информацией, обмен тем, как происходит наступление, какие планы украинского командования. Ну, то есть наши союзники предоставляют нам помощь. Они должны понимать, что нужно еще, какие нужны ресурсы, какая нужна техника, в каких количествах, когда и так далее. Для этого, конечно же, нужна информация от украинского командования, которая была предоставлена. И я надеюсь, что была еще какая-то фаза вогеймингов, таких брейнстормингов, обсуждения возможных сценариев. То есть я уверен, что украинское командование с удовольствием послушало мнение западных союзников, их взгляды на то, что происходит, их взгляды с точки зрения их стратегии, их доктрин. И я думаю, что были учтены какие-то советы. То есть, в принципе, решение принимает украинское командование, но почему бы не послушать то, что думают наши союзники. Это никогда не лишнее, и поэтому я думаю, что именно так и происходило. Ну и я уверен, что наши союзники еще раз убедились в том, насколько быстро и насколько действительно нам нужны самолеты для того, чтобы была поддержка какая-то с воздуха. Вот в конце нашей бизеты я хочу привести одну из цифр. В операцию «Буря пустыни», насколько я помню, там ежедневный вылет самолетов, боевых вылетов было порядка 800 в день. Вот перед тем, как началась наступательная сухопутная операция. Вам хочу сказать большое спасибо. Михаил Самусь, заместитель директора Центра исследования армии конверсии и разоружения по международным вопросам, был в нашем эфире. Оперативные новости, эксклюзивные видео с линии фронта. Глубокие аналитические обзоры и только самые авторитетные спикеры. Подписывайтесь на YouTube-канал Freedom, чтобы не пропускать главного. Субтитры создавал DimaTorzok